Год назад, 16 декабря, на волне 103FM начала вещание радиостанции с совершенно новым для нашей республики форматом – Таванрадио. Она собрала в своем эфире лучшие из мира современной российской и чувашской музыки и уже стала одной из самых любимых для жителей столицы Чуваши. День рождения коллектив радиостанции решил отпраздновать не только в эфире, но и лично встретиться со своими слушателями. В течение дня мы выезжали на разные площадки. Нам было интересно, кто и где слушает Таванрадио. И приятно были удивлены магазины, торговые площадки, таксисты, маршрутчики слушают Таванрадио. Наверное, это и есть какой-то такой небольшой, маленький результат, который мы смогли достичь за этот год. Подарки в этот день принимал не только именинник, но и самые внимательные и верные слушатели. Им нужно было лишь дозвониться в эфир, а вечером все желающие собрались на розыгрыш призов в торговом комплексе «Мегамол», где их встретили ведущие Таванрадио в образе Деда Мороза и Снегурочки. Скоро, скоро Новый год, что он деткам принесет. Ёлочки пушистые, свечки все селебристые, разноцветные шары, смех веселой детворы. Город снегом за окном, поздравления в каждый дом. Чтение стихов, викторины и конкурсы продолжались в течение часа и транслировались в прямой эфир. Без фирменных подарков и сувениров никто не остался. От партнера акции также были разыграны сертификаты на приобретение продукции компании «Зенден». Заключительное задание было рассчитано на победителя с самой быстрой реакцией. Нужно было первому дозвониться в эфир. Все, я позвонилась. Вечер добрый. Справилась с задачей Людмила. Она выработала свою технику, которая уже не первый раз позволяет выигрывать призы в прямом эфире. Для других попасть в программу по заявкам и поздравить своих родных и близких – очень большое и приятное событие. Это для них был настолько приятный, неожиданный сюрприз. И вот одновременно с ними радовалась также я. Получила в какой-то степени адреналин с плеском эмоций положительно, просто благодарна. Первые страницы книги, которые называются «Тван-радио», написаны. И мы надеемся, верим и знаем, что это будет очень интересная, увлекательная книга со множеством ярких, интересных историй, которые касаются как нашего радиостанции, всех сотрудников, которые на сегодняшний день здесь, сегодня трудятся и создают вот это пространство нашей Родины, нашей Республики. Ну и наших радиослушателей, которым приятно и радостно слышать свою родную речь. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.